здравствуйте учащиеся седьмых классов тема нашего урока раздельное и дефисное написание частиц сегодня мы вспомним какие слова называются частицами поговорим о правописании частиц различим дефисное и раздельное написание частиц как мы уже знаем частица это служебная часть речи которая вносит различные оттенки значения в предложение или служит для образования форм слова частицы бывают смысловые и формообразующие смысловые выражают оттенки смысла формообразующий служат для образования форм слова. Формообразующие частицы служат для образования условного наклонения при помощи частиц Б, П. Повелительного наклонения при помощи частиц Давай, Давайте, Да, Пусть, Пускай. И в степени сравнения. Более, менее, самый. Смысловые частицы вносят различные оттенки. Отрицание, утверждение, вопрос, указание, усиление, выделение и ограничение, сравнение, восклицание, уточнение, выражение сомнений. Итак, цель сегодняшнего урока познакомиться с правилом раздельного и дефисного написания частиц. Наблюдение над языковым материалом. Задание. Прочитайте и запишите тетрадь слева, примеры и проследите, как написаны частицы. Справа запишите самостоятельно сформулированные части правила. Дайте же мне сесть. Ж пишем раздельно. Не принесешь ли ты мне чего-нибудь поесть? Ли пишем раздельно. Я задачу-то решил. То пишем раздельно. Расскажи-ка, что с тобою случилось? Ка пишем раздельно. А дети все-таки пошли в кино? Все-таки пишем через дефис. Отец увидел таки мои плохие оценки. Таки пишем через дефис. Начнем опять-таки с правил. Таки пишем через дефис. Он таки выполнил задание. Таки пишем раздельно. Все-таки нужно будет идти в школу. Ж пишем раздельно. Проверим, какие выводы вы сделали. Первое предложение. Дайте же мне сесть. Не принесешь ли ты мне чего-нибудь поесть? Ты бы поговорил с другом. Вывод. Частицы Б, Б, Ли, Л, Ж пишутся раздельно. Я задачу-то решил. Расскажи-ка, что с тобою случилось? Частицы ТО и К пишутся через дефис. А дети все-таки пошли в кино. Частица все-таки пишется через дефис. Отец увидел таки мои плохие оценки. Начнем опять-таки с правил. Частица ТО и К пишутся через дефис только с глаголами и наречия. Он таки выполнил задание. Частица ТО и К пишутся раздельно, кроме глаголов и наречий. Все ж таки нужно будет идти в школу. Сочетание все же ТО и К пишутся раздельно. Чаще всего частицы пишутся раздельно, но некоторые части пишутся через дефис. Например, эти ботинки мне как раз в пору. Как раз пишем раздельно. Вот бы похвастаться ими. БЫ пишем раздельно. Скажи-ка, где ты их купил? КА пишем через дефис. Частицы ТО и КА в основном употребляются в разговорной речи и пишутся через дефис. Например, А Вовочка-то на уроках не слушай, то пишем через дефис. А вызовим-ка его родителей в школу. КА пишем через дефис. Частица все-таки пишется через дефис. Например, А учиться все-таки придется. Но будьте внимательны. Таки коварная частица. Через дефис она пишется в составе частиц все-таки, а также с наречиями, глаголами и частицами. В остальных случаях такие пишутся раздельно. Различаем. Мы все-таки успели к поезду. Все-таки пишется через дефис. Мы успели таки к поезду. Пишем через дефис. Успели таки. С глаголом. Мы таки успели к поезду. Здесь пишем без дефиса, потому что таки стоит после местоимения. Какие частицы пишутся раздельно? Посмотрим это на диалоги. Где-то здесь они были. Ну, были же. Верно. Через раздельно пишутся частицы. Бы-ли-же. Важно не спутать частицы с союзами. В предложении. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы союз пишется слитно. Во-первых, он соединяет части сложного предложения. Во-вторых, его нельзя удалить. Следующий пример. Что бы ты хотел в подарок? Бы-частица. Пишется раздельно. Его можно удалить. Что ты хотел в подарок? Мы тоже поедем на экскурсию. Тоже союз пишем слитно. Его можно заменить другим союзом. Мы также поедем на экскурсию. Попугай повторял одно и то же. Ж пишем раздельно. Здесь нельзя заменить другим союзом. Раздельно пишутся следующие частицы. Как будто, как раз, все равно. Например, ты как будто бездельничаешь. Как будто пишем раздельно. Я как раз собирался учить. Как раз пишем раздельно. Ты меня все равно не обманешь. Все равно пишем раздельно. Проверим себя. Запишите следующий пример. Я бы мог учиться лучше. БЫ запишем раздельно. Ну-ка, ответь. Ты же знаешь. Ну-ка, запишем через дефис. Ж напишем раздельно. А я-то думала, что ты мне друг. То запишем через дефис. Дефис. Стоило ли тебе тоже ехать в лес? ЛИ запишем раздельно. Ж тоже запишем раздельно. Этому человеку как будто все равно. Как будто и все равно запишем раздельно. Рефлексия. Незаконченное предложение. Прочитайте предложение и закончите. Я запомнила, что частицы БЫ, ЛИ, ЖЕ пишутся. Продолжите предложение. Частицы ТО и КА я буду писать всегда. Продолжите предложение. Я знаю, что частицу ТО и КА нужно писать через дефис только С. Продолжите предложение. Запишите домашнее задание. Выучить правила о правописании частиц в параграфе 68, страница 116 учебника и по таблице в тетради. Выполнить упражнение 288. Распределить по видам орфограмм, связанных с употреблением дефиса. Обозначить условия выбора дефиса. Тема «Родина». Всем успехов!